Здравствуйте! Спасибо, что вы нашли время прийти к нам в Русский Дом. Итак, на наших глазах разыгрывается один из актов исторической драмы по установлению нового мирового порядка. Все тайное, чему мы не хотели верить и что другие искусно скрывали, становится явным. Западный мир, самовлюбленно именующий себя цивилизованным и кичащийся многовековой христианской культурой, на деле проявил собой жуткое зрелище тупого, жестокого, воинствующего безбожия и вселенского властолюбия. Эти западные цивилизаторы, которым так угодливо лежат некое место Явлинские, Козыревы, Гайдары, Яковлевы, устроили кровавую бойню против христианской православной страны во время Великого Поста, времени покаяния и любви, в канун Великого Праздника, Светлого Христового Воскресения. Так какому же Богу они поклоняются не на словах, а на деле? Христу или Антихристу? И не о них ли, обличая сатанинские истоки безмерной гордыни, самозванных претендентов на мировое владычество, сказал Иисус? Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Беспредельный цинизм, ложь и разнузданное бесстыдство хваленного свободного мира сегодня очевидны для любого наблюдателя, сохранившего хоть малую толику нравственной чуткости. На развалинах некогда христианских государств лихорадочно возводится уродливая вавилонская башня нового мирового порядка. И если сегодня Россия пока еще испытывает только духовную агрессию со стороны Запада, то православная Югославия подверглась военной агрессии. Светлейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II дал интервью специально для Русского дома. Как-то трудно укладывается в сознании, что через 50, почти 5 лет после окончания войны, самый кровопролитный в Европе, в центре Европы, вновь создается очаг военного напряжения, ибо каждый военный конфликт, он может и, несомненно, будет иметь эскалацию, расширение этого конфликта и вовлечение в него новых и новых сил. То, что не прислушались голосу и России, которая выступала на самых разных уровнях, и премьер-министр прекратил свой намечавшийся визит в Соединенные Штаты Америки, я считаю, что это правильный поступок, но что он оказался бы в заложниках. Он бы оказался в Соединенных Штатах Америки в тот момент, когда начались бомбовые удары Югославии, и здесь бы его просто пытались бы шантажировать, потому что согласитесь с этим, тогда дадим деньги. Эмоциональное выступление президента, который взывал к общественному мнению политика мира, с просьбой оказать давление на президента Клинтона, чтобы не допускать перехода за эту черту. Ну и уже есть сегодня сообщение о том, что есть жертвы среди мирного населения, да, они не могут не быть, потому что точечных ударов, такой точности, что только достигают военных объектов, даже при современной технологии, компьютерной технологии, невозможно достичь. Будут жертвы. И я и вчера, и сегодня говорю, что кровь мирных жителей на совести тех, которые развязали этот военный конфликт. И дай Бог, чтобы он бы не разросся бы, не превратился бы в конфликт для Европы, не распространился бы на Балканский полуостров. Но вовремя еще и сейчас одуматься и прекратить эти бомбардировки. Считаете ли вы, что это агрессия против суверенного государства? Да, это нападение, это агрессия против суверенного государства, члена Организации Объединенных Наций, которая отстаивает свои права, потому что Косово для сербского народа это особая территория. Там 600 лет тому назад на Косовском поле решалась судьба сербского народа. Косово хранит огромное количество святынь сербского народа, монастырей. Это Печеская митрополия, которая главная святыня сербской православной церкви. Поэтому разрушать и нарушать вот то мирное течение жизни, которым какое-то время ведь жили вместе и сербы, и аубанцы. Но вот поддержка сепаратистских тенденций аубанского народа, она вызвала вот этот конфликт и явная поддержка со стороны стран НАТО, вот этих сепаратистов. Ваше Святейшество, можно ли сказать, что мы видим уже не в теории, а на практике действия нового мирового порядка? Встанавливается действительно новый международный порядок, который не считается с мнениями целого ряда стран. Будет ли развиваться полномасштабная агрессия против сербского народа, против Югославии? Или же, наконец, все-таки голос благоразумия возьмет вверх? Хочется верить, что он возьмет вверх? Потому что страны, которые считают себя христианскими странами, делают антихристианские поступки, убивая мирных жителей и развязывая военный конфликт там, где можно было еще использовать все мирные средства и подходы для решения этого конфликта, этой проблемы мирными средствами. Считаете ли вы, что удары по Югославии – это только первое звено в новой цепи агрессии блока НАТО? Это создает опасный претендент. Я не буду пророчествовать и не хочу пророчествовать в отношении самого плохого, но военные действия в Косово и вот бомбовые удары, которые развязали НАТО, это военная машина североатлантического блока, она создает опасный претендент. Скажите, что делать нам, русским православным людям сегодня, вот в это тревожное, трудное время? Ну, во-первых, всегда в трудные минуты нашей жизни и обстоятельств мы обращаемся к Господу Богу. Так было и в тяжелейший период Второй мировой войны, в период Великой Отечественной войны, никогда надежда на помощь Божию не оставляла нас. И сегодня мы вместе с сербским народом должны молиться о том, чтобы Господь умудрил бы тех вождей и руководителей стран НАТО, которые предприняли этот порочный, греховный шаг в отношении сербского народа, и чтобы они одумались, пока не поздно. Но и общественное мнение, конечно, нужно... Ему нужно разъяснять позицию нашу, почему мы считаем опасным военное вмешательство в Югославию, в вопрос Косово. Это не только поддержка братского, славянского, единоверного народа, но это требование международного права, того правопорядка, который сложился за послевоенные годы. Он созидался трудно. Мы помним трудный период Холодной войны. Мы преодолели этот период. И когда сегодня рушится то, что созидалось десятилетиями послевоенных лет, когда мир ставится перед угрозой новой войны, это трагично. Я думаю, что моральная, духовная и молитвенная поддержка сегодня сербского народа должна быть с нашей стороны, и мы ее будем проявлять морально и духовно, молитвенно поддерживая и предстоятеля сербской православной церкви, который несет свое первосвятительское служение в невероятно трудных условиях, сначала конфликты в Боснии, сейчас в Косово, а Косово для него особый регион, ибо он в течение более чем 30 лет был епископом Косово, поэтому он сегодня особенно тяжело переживает ту трагедию, которая разыгрывается вокруг Косово, поэтому мы должны оказать ему духовную и молитвенную поддержку в этот трудный период жизни сербской православной церкви, сербского народа. Спасибо, что вы нашли время дать интервью для Русского дома. Спасибо, Господи. Резкое неприятие вызвало у граждан России откровенная агрессия против независимого суверенного государства. Вот в соборном заявлении общероссийского общественного движения «Россия православная» говорится, что мировые силы зла перешли в открытое наступление, вероломно прикрываясь лукавыми декларациями якобы о защите международных интересов, о защите прав человека. Сегодня всем ясно, что Америка – настоящая империя зла. Сербы и черногорцы своим врагам от века говорят, нас с русскими 150 миллионов. Жители Объединенной Европы, натовские солдаты и офицеры, помните, нас с сербами 150 миллионов. Только соборность и единство спасет Сербию и Россию. Три часа дня, съемочная группа «Русского дома» у посольства США в Москве. Тысячи людей, как вы видите за моей спиной, пришли сюда выразить возмущение агрессии США и блока НАТО в Югославии. Здесь представители самых разных партий, общественных движений и организаций. Здесь представители югославов, проживающих в Москве. Здесь просто москвичи, которые тоже пришли сюда выразить протесты и возмущения. Проезжающие машины поддерживают протест с звуковыми сигналами. Несмотря на плотное кольцо милиции, не пропускающие москвичей к посольству США, число возмущенных жителей столицы здесь увеличивается. В посольство, как вы видели, летят яйца, флаконы с краской, пустые бутылки, несколько окон разбито. Все возмущены. Они бомбят нас. Каким образом? Вообще непонятно. Что они думают о себе? Полицейские? Мы помощь отсюда можем отдать вот таким образом. Другим давайте нам оружие, мы пойдем сразу. Никаким нам ничего не надо. Только оружие. Большое сердце со своими сербами, православными христианами. Потому что Сербия – это наши кровные братья. И мы сейчас уже готовы, сейчас морально, а если надо, и физически поддержать свою кровь, своих православных людей. Если сейчас Соединенные Штаты Америки и блок НАТО не прекратит агрессии, не принесет извинения мировому сообществу, не принесет извинения народу Сербии, то действие и дальше то, что будет происходить в Европе, а потом и в мире, это будет непредсказуемо. Сербия! 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 Сегодня гости Русского дома Елена Юрьевна Гуськова, доктор исторических наук, руководитель Центра по изучению современного Балканского кризиса. Должен подъехать посол Республики Югославия в России Борислав Милошевич, ну и наш политический обозреватель Русского дома, доктор исторических наук, генеральный лейтенант Николай Сергеевич Леонов. Вы знаете, вот что вызывает удивление, вся эта вакханалия вокруг Югославии долгое время проводилась по всем правилам такой психологической войны, нагнетения обстановки. Говорили все, кроме сербов. Говорил Запад, говорили политики, но слово сербов так и не было услышано. Елена Юрьевна, ведь в принципе, что должны подписать сербы, что они не подписали? Ведь мы слышали и знаем о том, что в Рамбуе, во Франции, они подписали политическое соглашение? Да, это один из серьезных вопросов, и меня всегда удивляет, когда мы слушаем сегодня заявления западных, но даже и российских политиков. Многие говорят о том, что Югославия должна быть гибкой и пойти на подписание договора. И я себе задаю вопрос, какого договора. Дело в том, что, если говорить откровенно, то не Югославия не подписала договор в Париже или в Рамбуе, а вся эта ситуация – это специальная акция, подстроенная Америкой. Дело в том, что контактная группа накануне Рамбуе согласовала определенный документ, политический договор, который касался статуса автономного края Косова, и все члены контактной группы были согласны. Он состоял из 10 пунктов, был коротким достаточно, трудным для югославской стороны, трудным для албанской стороны, потому что требовалось разоружение. Но когда делегации приехали в Рамбуе, они на столе увидели совершенно другой текст, не тот, который согласован был контактной группой. Значит, уже первый раз появились изменения, внесенные в этот текст. Дальше шли дни очень серьезных переговоров. Делегации находились в разных комнатах. Наши представители, представители контактной группы бегали по этажам, согласовывали текст, свои предложения давала югославская сторона, свои предложения давала албанская сторона, и в результате где-то через 10 дней был, в общем, согласован определенный текст, который были готовы подписать и та, и другая сторона. Но за два часа до окончания переговоров в Рамбуе на стол перед югославской делегацией положили текст на 81 странице, 59 из которых югославская делегация не видела вообще. И вот тут совершенно неожиданно появляется военное соглашение. Это было приложение номер 2 и приложение номер 7, касающиеся полицейской и военной силы и необходимости их присутствия. И тут уже был поставлен ультиматум перед югославской делегацией, чтобы они подписали этот договор пакетом, который включал и политическую часть, и военную часть. Но самое странное было то, что этот текст никто не согласовывал. Югославская сторона предположила, что он был составлен с помощью, конечно, албанской стороны, в основном американскими представителями. Поэтому ни времени не было на его подписание, ни времени на его обсуждение, ни тем более военная часть никогда не возникала на переговорах. Даже представитель российского Министерства иностранных дел отказался подписывать этот документ, когда его потом уже в Париже подписала албанская сторона. Поэтому я думаю, что речь шла с самого начала на переговорах в Рамбуе не о том, чтобы привести этот конфликт к урегулированию. Иначе этого бы текста не появилось. А все было сделано для того, чтобы югославская сторона не подписала. А вот как потом заявления наших политиков, тоже включаю я их в этот список, почему они не разъяснили. Это же прекрасный аргумент для того, чтобы показать, как можно выйти из этой ситуации. Дальше уже никто не вспоминает, как шли эти переговоры. Дальше идет штамп. Югославы не подписали, Югославы виноваты. И все время звучит вот такая фраза, которая вызывает большое сомнение. Югославы должны подписать политическую часть договора. Какую политическую часть и какого документа? Политическую, исключая военную, или политическую, включая военную? Вот этот вопрос остается на сегодняшний день неясным. Заявления Бориса Майорского были вполне определенные после Рамбуе. Но затем российские дипломаты на этот вопрос не обращали внимания. А мне кажется, он очень важный. Николай Сергеевич, вам что напоминает эта вся ситуация с таким подписанием договора, с подменой документов? Она мне напоминает разговор Волка и Ягненка из известной басни Крылова. А виноват это тем, что хочется мне кушать. Вот и вся аргументация той стороны. В принципе, когда вот этот скукоженный генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана, без конца под локоток поддерживающий Холбрука и играющий просто какую-то внешне халуйскую роль, когда он заявляет, что акции НАТО, вот это человеконенавистническое, предпринято, чтобы избежать гуманитарной трагедии на территории Косовского края, это выглядит как издевательство над здравым смыслом. В прошлом году была жуткая трагедия в Африке, когда в один день перерезали сотни тысяч индейцев в Ботсване. Американцев вообще эта гуманитарная трагедия немыслимых калибров даже не взволновала, даже не заняла никакого места в их средствах массовой информации. Вы знаете, что происходит с курдами в Турции? Народ гораздо более населенный, в смысле многочисленный, который подвергается откровенному геноциду. Кто-нибудь говорит об этом, что там происходит гуманитарная трагедия? Ничего подобного. Здесь решаются политические цели. Нужны обязательно политические позиции, доминирующие НАТО вот в этой зоне. Поэтому все, что говорит НАТО в оправдании этой акции, является абсолютно лицемерной чепухой. Честно говоря, когда наши средства массовой информации говорят о военных действиях, о войне, мне не хочется применять эту категорию в полной мере. Речь идет не о войне, речь идет об охоте, о расстреле маленькой страны и маленького героического народа. Мыслимо или вещь, такого в истории человечества не было, когда величайший блок, таких тоже в истории не было, из 19 стран во главе со всеми развитыми капиталистическими странами мира, со всем потенциалом обрушивается на маленькую, совершенно крошечную, в относительно скромно развитую страну, изолированную практически со всех сторон, своими соседями. Какая это война? Это самая обыкновенная расправа палача над своей жертвой. Это охота с гончими за героическим, так сказать, зайцем, который пытается спасти свою жизнь. Поэтому о войне речи не может быть идти. Речь вот о расправе палачей. Вы знаете, что они сейчас это делают, наверное, в предвидении того, что они собираются сделать в Вашингтоне. В конце апреля, ровно через месяц у них будет юбилейная сессия НАТО. Расправившись с Сербией, они хотят возвести эту победу, в кавычках, в норму универсальной своей политики. Расправляться с любым своим нежелательным противником в любом месте земного шара. И вот в этом случае, конечно, Иванов наш, Игорь, и наша внешняя политика упустила время. Раньше надо было созывать Совет Безопасности. Раньше трубить тревогу. А то вот подняли тогда, когда уже пошли взрывы, когда уже пошли бомбардировки, когда запущена военная машина. Ведь, понимаете, политически происходят страшные вещи. Рухнула вся система послевоенного устройства. Все было построено на принципах ООНа после войны. Равенство всех наций и особые права пяти держав, которые входили в состав Совета Безопасности, как несущие главную ответственность за международную безопасность. Теперь НАТО присваивает себе функции ООН. ООН абсолютно отброшена от решений вопросов. А позвольте вас дополнить. Я хочу сказать, что тревогу надо было бить раньше. Тревогу надо было бить еще в 1991-1992 году, когда мы ставили подписи под всеми резолюциями и санкциями. И в Совете Безопасности ни разу не использовали право ВЕТА. А ведь НАТО входило в эту новую систему и завоевывало себе новое место в системе международных отношений через ООН. Очень многие резолюции Совета Безопасности, начиная с 1992 года, вводили очень любопытную фразу, которая как бы прикрывала еще открыто НАТО, не писалась, а говорили о том, что с помощью делаем то-то и то-то, с помощью региональных организаций, подразумевая НАТО. Вот тогда нам надо было бить тревогу, потому что НАТО входило. Сначала они имели в штабе Голубых красок в Загребе на Балканах очень маленькую 9-метровую комнатку. И затем, начиная с 1993 года и в 1994 году особенно, эта комната расширялась, площадь расширялась, и они завоевывали прочные позиции, и уже в 1995 году потребовали своего активного участия без разрешения Совета Безопасности и Организации Соединенных Наций. А когда вы говорите о политике двойных стандартов, я не надо ходить далеко. Курды, это все хорошо, но тут же на Балканах, когда был в 1995 году исход 200 тысяч сербов с хорватской территории, которые уходили колоннами из Книнской краины, а перед этим из Западной Словонии, и на бреющих полетах хорватская авиация расстреливала колонны этих беженцев, то никакой заботы о беженцах, никакой заботы о населении страдающем мы не увидели. То же самое было с сербами, когда они уходили из сербского Сараева. Вспомните эти жуткие сцены, когда они уходили и уносили с собой гробы своих предков. И одним из первых они несли на своей спине по очереди крест православной русской церкви, основа камень, который был заложен русским патриархом в сербском Сараево. И уходили колонны беженцев, которых принимала Сербия, которых размещали в Косово. Ни разу не возник вопрос об этом. Более того, я хочу сказать о Косове. С 1981 года, когда албанцы подняли уже настоящее восстание в этом крае, в 1981 году, началось массовое выселение сербского населения из края. И вот тут начинается настоящий геноцид. Тогда и югославское руководство часто замалчивало те процессы, которые происходили, потому что идея братства и единства тогда главенствовала среди многонациональной страны. Но процесс шел, и уже к концу 80-х годов там осталось всего около 7-9% сербов. Где были международные организации, где были протесты? Значит, цели другие. Цели были не подписание мирного договора, а, я думаю, утвердить прежде всего изменение роли НАТО в мире, разрушить систему европейской безопасности. И еще, что очень важно, создать на примере Югославии прецеденты, которые потом уже станут постепенно нормами международного права. Лена, давайте мы сейчас подготовим репортаж нашего корреспондента, только что вернулся с улиц Москвы, давайте мы его посмотрим. Известие о бомбовых ударах по Югославии не оставили никого равнодушным. Итак, мнение москвичей. Как вы относитесь к бомбардировкам Сербии? Ну, знаете, отрицательно, конечно. Почему? Потому что это не решение вопроса. Ну, зачем бомбить тогда? Это ничего не повинный народ, мне кажется. Не надо его бомбить. Люди погибают, дети, которые совершенно ни в чем не виноваты. Ну, что ж, начнется новая война, нам уж погибать, молодых жрал. Как вы относитесь к бомбардировке в Сербии? Отрицательно. Почему? Потому что сербы наши друзья. Агрессия так называемого цивилизованного мира против независимого славянского государства вызвала бурный протест среди народа России. Свежие надписи возле немецкого посольства ярко свидетельствуют о том, что русские еще не забыли, что такое фашизм и геноцид в отношении славян. Но особенный накал страстей напротив посольства Соединенных Штатов. В его сторону сегодня летят яйца, чернильницы и проклятие. Проклятие Америки и НАТО. Страна, которая считает себя цивилизованной, наносит бомбовый удар по мирному населению. После этих бомбардировок я это не считаю за приличную страну, и Клинтон, я его не считаю даже за человека. Итак, уважаемые друзья, у нас сейчас пришел посол Республики Югославия в России Борислав Милошевич. Борислав, скажите, пожалуйста, какие последние новости из Югославии, из Белграда? Значит, во-первых, добрый вечер. Имеются очень сильные разрушения. Человеческие жертвы. Это десятки убытых, сотни раненых. Поражены города. Эти варварские бомбардировки именно вокруг городов по целям поражают. Значит, в окрестностях Белграда отчасти электричества нету, экологические некоторые проблемы в Новом саде, в городе Панчево. Елена Юрьевна знает все эти города. Подгорица там бомбили окраины, Приштины, города Крагуево, Ужица. А сегодня ниш? Ниш сегодня точно. Так что это вообще большие, большие, большой ущерб. Человеческие жертвы. Большие. Это гражданское население. Женщины, дети, беженцы из Боснии, Герцеговини, семьи беженцев, вот беженцев с должностных лиц и так далее. Борислав, вот к сожалению, у нас как-то очень туго, я бы даже сказал, я не знаю почему, идет информация о том, как вообще население, как сербский народ воспринял эту бомбардировку и как его сейчас настроение, и вот дух сербский... Дух сербского народа очень высок. Бодр сербский народ един в своем сопротивлении агрессору и в отстаивании своих национальных и государственных интересов. За что нас бомбят? За то, что защищаем свою территорию от сепаратистов, свой народ от террористов, свои интересы государственные и достоинства. Вот за это бомбят. А на самом деле причина другая, я не знаю, о чем здесь шла речь. Основная причина всех этих варварских и, скажем, авантюри, все это, это ввести войска НАТО там, изменить отношения, скажем, в мире, потому что этим актом вчера вечером попрана система международных отношений, создаваемая после Второй мировой войны. Где уставы объединенных наций? Региональная организация, которая беспрецедентно действует вне сферы своей ответственности, стала выше, выше Совета безопасности, который единственный орган, имеющий мандат на предпринятие мероприятий для защиты мира и безопасности в мире. Его больше нет. Это новый поворотный пункт, это новое качество, негативное, конечно, в международных отношениях. Как вы считаете, извините, как вы считаете, вот этим ударом своим первым достигли страны НАТО, Запад, своей цели? Ничего они не достигли. И не достигнут вообще. Это провал. Это ошибочная политика американской администрации. И это им о голову. Я в том уверен. Наш народ не пустить, не может сдать Косово. Это никто в Югославии. Это всякие теперь идут объяснения, чтобы оправдать агрессию, что мы, мол, виновны для войны в Хорватии, для войны в Боснии, Герцеговине. Все это неверно. Это исторически неверно. Часто можно слышать о том, что вот этот удар по Югославии поможет убрать режим Милошевича, что оппозиция выступит на стороне НАТО. Что вот такие вот можно слышать суждения. Политические партии Югославии едины. Едины на сегодняшний день. Едины в своем подходе и в своей решимости защищать Косово. Парламент Югославии един. Имеются еще, естественно, некоторые маргинальные группы, которые могут иметь другую позицию. Но народ единодушен, и основные политические партии единодушны в этом. Я бы хотела добавить, что для того, чтобы разговаривать с Балканами, для того, чтобы разговаривать с сербским народом, для того, чтобы вообще пытаться урегулировать ситуацию на Балканах, или даже просто попытаться понять Балканы, нужно знать менталитет этого народа. Вы никогда не сможете изменить политическую ситуацию, если идете на Балканы силой. Действительно, есть кое-какие народы на Балканах, которые боятся потерять сейчас новую добытую самостоятельность. Но для сербского народа, который имеет очень славную свою историю, угрозы извне всегда сплачивали общество. К сожалению, многопартийная система, которая появилась в 1990 году, развивалась в очень трудных условиях. В условиях экономической блокады, политического давления. И она и не смогла развиться в очень сильную систему с серьезными демократическими традициями, хотя исторические традиции у многопартийности в Сербии есть. Но вот сегодня Америка достигает совершенно противоположные от поставленных целей. Все общество, все политические партии сплотились в единый кулак для того, чтобы отстоять свою независимость. И вторая причина, кроме НАТО на Балканах, я бы назвала еще одну. Это Россия. Сегодня на Балканах создаются прецеденты, которые могут завтра быть использованы на территории России нашей. Потому что мы остались после Югославии единственная такая большая многонациональная страна. Уже создана методика развала многонациональной федерации. Создана методика ультимативного навязывания мира государству самостоятельному и независимому. Более того, сегодня диктуют, какие отношения между субъектами федерации должны складываться. И диктуют в ультимативной форме. А применение силы или так называемое принуждение к миру сегодня становится нормой. Мы эту только начинали, видели сначала в Хорватии, это было немножко, затем уже очень много в Боснии, затем уже массированные циничным объяснением массированные удары сейчас по Югославии. И завтра нам скажут, вы не можете решать свои чеченские проблемы, вы не можете решать проблему многонационального Кавказа. Мы должны ввести туда многонациональные силы. И спрашивать нас не будут. А затем Южный Урал, а затем Сибирь, на которую так внимательно сейчас смотрит Америка. Нам уже предлагают создать регионы. И все. И поэтому наша дипломатия, мне кажется, должна быть очень в этом отношении внимательна. Она не была внимательна с 1991 по 1996 год. И прежде всего извлекать уроки для собственной истории и для собственного будущего. Я уж так добавлю к роли России. Нас все время призывают к покаянию. Так вот, категории людей, которых мы называем демократы или дерьмократы по-разному. Честно говоря, в той ситуации, которая сложилась сейчас на Балканах, немалую долю, мне вот русскому человеку говорить это трудно и стыдно, несет и Россия. И два политических деятеля, которые вчера на экранах появились, скажем, Горбачев, появился наш президент Борис Николаевич, вот им-то и не грех взять на себя огромную ответственность, наряду с теми, кто реально сейчас руководит вот этой агрессией, за то, что происходит там. Десять лет назад это было бы невозможно. Великая держава, которая тогда называлась Советский Союз, вместе с своими союзниками в Восточной Европе, она практически была непреодолимой стеной для подобных авантюр. Вспомните 62-й год, так называемый ракетный кризис на Кубе, когда американцы впервые попробовали зубы на этой маленькой, в общем-то, стране, так далеко находящейся от нас. Угроза ответного и сокрушительного удара тогда оказалась сильным связывающим моментом. Американцы не сделали этого. А теперь они проводят операции, бог знает где, в какой дали от Соединенных Штатов, никаких жизненных интересов, а уже бесчинствуют, как распоясавшийся хулиган, где угодно. Отсутствие вот этой сдерживающей силы и впредь будет поощрять вот это политическое хулиганье в мире к подобным безответственным действиям. Николай Сергеевич, как вы помните, вот Бжезинский же заявлял, что после разгрома коммунизма сейчас основной и главный враг остался для них, это православие. Поэтому, вероятно, ведь все время задумываешь, ну почему Сербия? Ну что вот, как говорится, что она, чем она переехала, перешла дорогу вот этим немцам, ЗФРГ, Германии, Штатам, Италии. Ну в чем вот, в чем перешла Сербия, Борислав, скажите? Да ни в чем. Я и сказал, что основной причиной является другое. Конечно, НАТО на Балканах, это ближе к России, это укрепление юго-восточного фланга этой организации, этого союза. Они теперь приближаются, это их юбилеи вашингтонские в апреле. Они хотят, наверное, и к этому времени сгладить все там нюансы, существующие среди союзников. Но я вполне разделяю мнение Елены Юрьевны, что именно это является основной целью. Даже, знаете, принципиальное решение на Косово, его можно искать только на основе автономии. Автономии для всех национальностей, проживающих там. Но то, по какому пути идут вот эти авторы текстов и так далее, документы, которые навязывают подписывать, это не автономия. Это на самом деле, фактически, де-факто, это значит независимое государство со всеми полномочиями, всеми полномочиями независимого государства, который в перспективе, шаг за шагом отделится от своей. Там же были формулировки в этом документе, что Косово предоставляется автономия в рамках Югославии. И гарантируется целостность Югославии, а не Сербии, в состав которой входит Косово. Вот эта формулировка, она превалировала во всех документах, и никто из дипломатов не пытался предложить оставить самостоятельность и независимость, и неделимость Сербии. Но, извините, по-моему, Югославия была не против, чтобы именно в этом районе были миротворческие войска ООН, я так понимаю, да? Мы против всех иностранных войск на территории нашей страны, потому что мы видим в том оккупацию, потому что мы видим точно, что это начало взрыва Югославии заново. Знаете почему? Это очень просто. Вы имеете на одной стороне не только, Елена Юрьевна упоминала целостность территориальную, там речь идет о суверенитете. Если вы наделяете правами некоторые институты нового этого энтитета, новой этого общности, скажем, автономии, даете ей прерогативи выше республики или равность республики, это неприемлемо. И мы это не можем принять. И если еще вы требуете, что там ввести войска, чтобы наладить это все, это тоже тем более неприемлемо. Почему? Если соглашение подпишем с доброй волей, равноправное, взаимоприемлемое, зачем нам 30 тысяч иностранных военнослужащих проводить его в жизни? Разве мы сами не можем его провести в жизни? И разве там нету этой миссии ОБСЕ, которая, значит, 2000, ну пусть будет 3000, которая будет контролировать за этим, что там происходит. Это все можно совершенно просто. Против этого вы ведь не против. Против этого нет. А еще, наверное, можно было бы предложить, я вот так думаю, лукаво предложить, чтобы осуществляли эту миротворческую миссию. Предположим, миротворцы, голубые краски России, Белоруссии. Знаете, это можно предложить, это может быть приемлемым, но это вряд ли реальным. Если есть Россия, там должно быть и НАТО. Вот так примерно будут размышлять все участвующие. Нет, это лакмусовая бумажка для НАТО, для их позиции на Балканах. Я-то все время думаю о позиции России, поскольку мы являемся русскими гражданами. Вот сейчас я, Николай Сергеевич, прежде чем к этому вопросу перейти, давайте посмотрим материал, который привезли из одного подмосковного научного института. Будет любопытно. В институт общей физики, несмотря на предварительную договоренность, нас долго не пускали. Сегодня телевидение, завтра бомбы, в сердцах сказал начальник охраны. Его можно понять. Такова реальность современного мира двойных стандартов. Тем не менее, обстановка в самом институте была обычной, только чувствовался неприятный осадок у его сотрудников от событий сегодняшней ночи. Я был очень расстроен, потому что, конечно, это очень серьезное дело, которое освожнит многие аспекты международной жизни, нашей внутренней жизни на самом деле. И, конечно, вот когда становишься все старше и опытнее, то начинаешь приходить к мысли, что на самом деле вообще силовые методы не только в большой политике, но и в малой политике, в взаимоотношениях, они очень редко приводят к успеху. Специалисты научного центра волоконной оптики занимаются уникальными разработками в области лазеров. К сожалению, из-за скудного финансирования государством центр вынужден продавать свои технологии за рубеж, прежде всего в США. Наша наука практически оказалась на содержании у чужого государства. Тем не менее, ученые центра безоговорочно осуждают не только агрессивные действия США и НАТО, но и попустительство российского руководства. То, что произошло, это, конечно, следствие очень неумелой и странной политики и внутренней, и внешней в России на протяжении последних 14 лет. Это закономерное следствие. Но повернуть ход истории, возродить мощь и авторитет России еще не поздно. Ученые центра призвали своих российских коллег, эмигрировавших вследствие тяжелого финансового положения из России на Запад, вернуться обратно и послужить безопасности своего государства. А правительству создать условия для того, чтобы труд ученых был направлен прежде всего на сохранение национальных интересов России. Ну вот, Николай Сергеевич, ученые-то у нас дальше и исторически по государственному мыслят, чем некоторые наши политические деятели. Я только добавлю, что вот еще вот тут Союз Христианского Возрождения, Православных Братств вообще призывают всех граждан России объявить бойкот всем странам НАТО, участвующим в нападении на Сербию и не покупать товары, произведенные в этих странах. Соединенные Штаты, Англия, Франция, Германия, Италия и Голландия. По-моему, неплохое предложение, да? Разумное предложение честных, нормальных людей. Но, к сожалению, вы видите, как у нас наше общество раскололось на две неравные части. Скажем, часть политического истеблишмента и средства массовой информации, находящиеся под их контролем, и подавляющее большинство вот русского народа и других народов входящих в состав нашей страны. Все поддерживают Сербию, Югославию. А вот маленькая группа точно работает на интересы США. Я, как давно, так сказать, наблюдающий за их поведением, прям поштучно говорю, ребята, галочками помечайте тех, кто работает на американские деньги и на американские интересы. Вчера слушали, помните, выступление, скажем, Явлинского. А Козырева вы никак не упомянули? Козырева вечером передавали. Так, Черномырдина. Выступление выдержанное, во-первых, в абсолютно шаблонных позициях, то есть задано вот этот коридор, не валютный, а идеологический, в котором вы должны говорить. Договариваются до чепухи, не отдавая себе отчета в том, что это чепуха. Коммерсант, например, пишет, Милошевич является виновным в том, что он разорил экономику страны. Что мы... Россия. Да, Россия, конечно. Но посмотрите документы Совета Федерации, посмотрите материалы Генеральной прокуратуры, там поименно названы, кто разорил экономику страны. Милошевич тут ни при чем. Эти люди, во-первых, вчера, вот Явлинский меня поразил тем, что он является точным наследником Горбачева в смысле словоохотливости. Говорят иногда юмористы, что у человека есть недержание речевого пузыря. И он нес свою речь, путая исторические факты, путая, скажем, эпизоды с У-2 и со встречи в Верхах, он называет ее в Женеве, она была в Париже, путает годы. Говорит, что вот Примаков вернулся из Вашингтона, повторив Чикаловский фортель. Но Чикалов долетел до США, он нигде не поворачивал. А Примаков своим поворотом спас честь и совесть нашего государства. Дело в том, что, в общем-то, Россия, не имеющая возможности сейчас реально, конечно, противостоять, как силовая, структура. Ее кастрировали, уничтожили собственные политики, но она может стать символом морали, нравственности и справедливости. Она может выступить все-таки хранителем норм международного права. Она может сейчас мобилизовывать вокруг себя мировое сообщество. Потому что трагедия, происходящая сейчас там, повторится наверняка где угодно и на территории России, как Вы говорили. В этом смысле позиция России очень, может быть, справедлива и весома. А вот за этой агентурой влияния, которая сейчас высыпала как краснота на здоровом теле нашего общества, они все будут кричать одно и то же, что все надо сдать, зачем нам союзники, давайте вот к нем... но мы уже все отдавали, все наотдавали. И свою собственную территорию, и европейских союзников сдали. А в результате имеем то, что мы имеем. Поэтому... Вы знаете, Николай Сергеевич, я вообще вот тоже слушал выступление и Явлинского, и по радио Москвы, радиоэхо Москвы. Знаете, я удивился его... Вы знаете, я был более высокого мнения о нем. Я просто думал, что это грамотный человек, это просто безграмотный политический деятель. Вот правильно сказал, словоблуд. Я даже с ужасом представляю, что его в Америке пророчат к нам в президенты. Так что уж тогда будет с Россией, если такой президент появится? Потому и пророчат. Потому и пророчат. Ведь для Соединенных Штатов и НАТОвцев вот сейчас международное право, мораль, нравственность категории абсолютно непонятны. У них есть только собственный интерес. Голый, политический, голый, финансовый, голый, военный. А мы все время живем, наши политики, к сожалению, сказать, убогие политики, живут категориями общечеловеческие ценности, общеевропейский дом, который никто не воспринимает. Мы говорим о многополярном мире. А где он, многополярный мир? В Штатах не употребляет эту формулировку. Они считают себя ведущей державой и конец дела. Вы знаете, вот Козырев вчера говорил, даже сегодня, говорил о заботе избирателей Мурманской области, о северах, как он говорит, слово такое нашел, о северах. Сам, будучи, работая на какую-то там фирму непонятную, фармацевтическую, то есть понятную, американскую фирму, забыв этих бедных избирателей на севере, что, чего, как, и он жалеет о том, что Россия проявляет какую-то твердость в отстаивании национальных интересов. Лукин из Яблок, кто-то вообще говорит, так что у нас мало других районов, где бы могли защищать свой национальный интерес. Вот, объясните, почему вот такая-то вот, понимаете, неприятие, не то, что Югославии, а вот даже вот России, вот у этих политиков, которые рвутся к власти, и которых толкают на американские деньги к власти. Вот эти убогие люди не могут понять, что Соединенные Штаты, уже имеющие под своим контролем НАТО, в первом варианте 16 стран, рвутся к расширению НАТО. Вот взяли еще тройку, возьмут еще тройку, а мы же с вами говорили, третья уже очередь готова. А вот Россия не отказывает в любом союзе. С Белоруссией хотим ввести истерика, зачем нам союзники. Если мы говорим о Югославии, втройнее истерика. То есть, это люди, конечно, я не могу думать, что это неучи, не понимающие азов внешней политики. Я про них четко говорю, что это люди, называющиеся агентурой влияния наших возможных противников. Вот сейчас тут мне принесли информацию о том, что партия Мира Единства 27 марта проводит шествие и митинг протеста против открытой агрессии Соединенных Штатов Югославии и санкций США против российских институтов и учреждений. Сбор в 13 часов у метро баррикадное. Место проведения прилегающая площадь к посольству США со стороны Садового кольца время проведения 14 часов. Кому не безразличны, судьба нашей страны и наших детей просьба прийти выразить свой протест против преступной политики США. А телефон посольства США 252-24-51. 252-24-51. Кстати, еще одно предложение. Если эти, как тать в ночи, как в разбойнике в ночи, бомбят беззащитных людей в Югославии, то вот говорят, надо бы тоже сходить мимо зданий, где живут и посольств, живут эти сотрудники посольств и не давать им по ночам спать. Я думаю, это только хоть в этом выразить свою солидарность. Этой солидарности югославские народы, народы Югославии ждали с 91-го года много-много лет. И нам понадобилось, видите, годы нам понадобились для того, чтобы сформировать наше общественное мнение, для того, чтобы сформировалось вообще понимание наших интересов. Мне кажется, что с самого начала Россия занимала политику неправильную по отношению к своему собственному народу. Ведь мы не заявляли о своих интересах на Балканах вообще ни в 91-м, ни в 95-м году. Впервые о своих национальных интересах заговорил только Примаков о национальных интересах России, а сформулировал их сюда ближе уже к 98-му году. Поэтому речь идет, безусловно, о поддержке и моральной, и любой другой поддержке народов, потому что это наша западная граница. Граница, она выражается и конкретно в земле, но и выражается и в православии. Ведь, посмотрите, разбили Македонию, отделили, православную Македонию, отделили от блока православных стран. Греция, она тоже находится в очень скованных условиях, когда свое православие старается и не так уж показывать в этом блоке НАТО. И остается маленькая Сербия и маленькая Черногория, которых пытаются добить. Вот пришла информация с пометкой срочно. Вторая волна ударов по Югославии может начаться через несколько часов, сообщают источники в Пентагоне. Вот, господин посол, вы знаете, социологи наши провели такой вопрос. Имеет ли моральное право Югославии нанести ответный удар по странам НАТО? Так вот, ответы такие, москвичей. Да, имеет 67%, нет, не имеет, 14%, но затрудились 19%. При этом многие опрашивающие сказали, что Югославия имеет моральное право навести ответный удар по странам НАТО. Подчеркивали, что этот ответный удар может быть нанесен как югославской авиацией и ракетами, так и подразделениями спецслужб через взрывы военных и гражданских объектов в странах НАТО. Вот такое мнение большинства русских людей. Скажите, а какие-то урон вот этой первой волне бомбардировок нанесен был югославской армией? По сведениям, которые мы посольству получили утром, были сбиты два самолета, один типа Торнадо, второй Ф-16 американский и несколько, так сказано, более шести крылатых ракет уничтожены в полете. А говорили о немецком самолете? Немецкой, да, немецкий торнадо, я не думаю, не знаю, это чья фабрикация самого самолета. Говорят, даже информация, что летчик катапультировался и что где-то над горой Ястреб, катапультировался ищут его теперь. Скажите, Борислав, какие вот вы сейчас в данной ситуации, какие видите выходы из сложившейся ситуации? Вы знаете, с самого начала мы, моя страна, за решение, мирное политическое решение, гарантирующее равноправность всех национальных сообществ, проживающих на Косово. Это значит не только албанского населения, которое большинство там, но оно является национальным меньшинством в Сербии и Югославии. Это часть албанского народа, которое, как национальное меньшинство, проживает в соседних странах, не только в Югославии, и в Албании есть даже небольшое меньшинство, в Италии есть и в Македонии довольно большое число албанцев, и в Греции то же самое. Значит, гарантирующее такую равноправность всем там национальностям, и албанцам, и сербам, и ромам, и туркам, мусульманам и так далее, и разрабатывающие точно содержание автономии и самоуправления, это надо точно определить, широкая автономия и самоуправление, которое, вот это слово широкое, это вот слово этих авторов, всех этих идей, пожалуйста, самое широкое в той природе есть, при соблюдении суверенитета реальной целостности Сербии и Югославии. Я думаю, что это совершенно честное решение, и мы готовы вести переговоры об этом, вы знаете, не можем подписывать диктат, а если говорят о компромиссах, компромиссы значит идти навстречу друг к другу, потом, как подпишем такое соглашение, мы готовимся садиться за стол переговоров и вести переговоры о вопросах применения такого соглашения, вот проведения его в жизни, или, как это говорят на Западе, имплементации. то есть можно сделать такой вывод, что Сербию на колени не поставить, и на колени она никогда, ни при каких условиях не будет вести переговоры, и она готова сегодня вести переговоры, но как с равными партнерами, на равных условиях, учитывая интересы Югославии. Правильно. Совершенно верно. Ну, а вот интересно очень, могли бы мы чем-то помочь югославскому народу? Николай Сергеевич, вы как думаете, чем мы можем помочь сейчас? Ну, я уже сказал о нашей роли как вот такого центра мравственности в международных отношениях, как центра, который будет отставить, как постоянный член Совета Безопасности, нерушимость устава ООН. Нам надо, конечно, расшевеливать все международное сообщество, понимая, что будущее, которое открывается на предстоящие годы, будет очень мрачным, если мы не отдадим сопротивления. Честно говоря, вот так по опыту своему я предполагаю, что это может оказаться и трагичным для самих Соединенных Штатов и европейских стран. Курдов наказывают, курды отвечают, видите, какими террористическими актами. У сербов очень много симпатизеров в Европе и в Америке. И если у них произойдут некие подобные ответы, потому что бессильно, другими возможностями ответить, то я думаю, что все жертвы и все последствия будут на совести Никсона и тех вот мордатых генералов и политиков, которые сейчас мелькают на экранах в штабе. Надеяться на совесть не приходится. А вот мне бы, например, очень хотелось, чтобы мы помогли сербам обороняться. Речь идет, не идет о наступательных операциях, но обороняться они должны иметь чем? Иметь чем? Иметь современное оружие, которым бы можно было... Да, и речь не шла бы об агрессии, а речь шла о том, чтобы защитить свой народ. Мы же подписали с Югославии два военных договора. Мы подписали их еще в 94-м и совсем недавно уже с новым правительством. Поэтому мы должны были бы и свои обязательства выполнять. Вы предлагаете выйти из санкций, да? Конечно. Я бы предложил еще и запись добровольцев. Готовых пойти, я имею в виду кадровые офицеры, сейчас у нас масса людей безработных, поехать на помощь на защиту братьев-славян. Как это было, собственно, в 19-м веке? Что-то удивительно. А вы знаете, насчет санкций, извините, насчет санкций. Вы обратили внимание, как Игорь Иванов говорит, что давно уже поставляют оружие албанцам в Косове. То есть, российская дипломатия знала, что санкции не соблюдаются. А санкции только для России по отношению к Сербии. Поэтому нам даже не надо говорить о том, что мы выходим из санкций. Они уже не соблюдались давно. Если позволите, просто одну фразу Юрьевна отметила, что есть документы о военном сотрудничестве. Есть и документы о военно-техническом сотрудничестве, которые, конечно, не проводятся в жизни, потому что Россия уважает, честно, соблюдает резолюции 1160 Совета Безопасности и не поставляет оружие в регион. Даже ремонт никакой нельзя сделать и так далее, и так далее. Но я считаю, что началом этой агрессии просто перечеркнуты эти резолюции. Сам агрессор их перечеркнул, и тем самим руки развязаны всем странам. Пожалуйста, если там не только поставляют оружие, а даже еще и бомбят, то это было бы справедливо. Даже по Уставу Объединенных Наций есть там статья 51 право на индивидуальную и коллективную оборону. Вы знаете, вот интересная информация пришла. Так называемая армия Косово является каналом поставки наркотиков в Европу. Об этом заявил сегодня журналист, начальник Генштаба России Иван Анатолий Квашнин. По его мнению, косовские террористы действуют тесные связи с афганскими наемниками, в том числе и наркодельцами. Часть косовских террористов проходила подготовка в Афганистане в учебных центрах так называемых Хаттаба. Дети Трибуна с полной выкладкой фактических данных о торговле наркотиками вот этими албанскими сепаратистами. Ну что ж, я думаю, что еще вопросов много пришло от наших телезрителей, но мы продолжим, естественно, разговор в следующей нашей передаче. Сейчас наша передача заканчивается, к сожалению. Большое спасибо, что вы нашли время прийти к нам в Русский дом и попытались мы объяснить, что же происходит сегодня в Югославии. И вы, я надеюсь, друзья поняли, что главное сегодня это поддержка моральная и материальная и физическая. Вы сегодня слышали много предложений, которые были. Главное, не дать себя поставить на колени, как это делают сербы. И еще несколько объявлений. Прежде всего, я хочу сказать, что вышел, вернее, в понедельник появится на прилавках четвертый номер журнала Русский дом. Читайте, это уже апрельский, пасхальный номер наш. Следующее объявление, что президент Международного фонда славянской письменности и культуры скульптор Вячеслав Михайлович Клыков приглашает телезрителей Русского дома на торжественный вечер, посвященный десятилетию учреждению фонда. Он состоится 28 марта в 18 часов в концертном зале имени Чайковского, а 1 апреля в первом корпусе гуманитарных факультетов Московского государства и университета на Воробьевых горах в 16.00 пройдут сергиевские чтения, посвященные Александру Сергеевичу Пушкину. Итак, до свидания, до встречи в следующий четверг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok